Доброго времени суток, с вами Макс Сагер, я сейчас за кадром, но сейчас будет речь не обо мне, а о ватномарливой пробке для большой пробирки. У Козьмы Прудковой есть замечательное выражение. Некоторые явления кажутся нам непонятными не потому, что наши понятия слабы, а потому что эти явления не входят в круг наших понятий. Так вот, если в круг ваших понятий раньше не входило изготовление ватномарливых пробок, то возможно у вас возникнут с этим небольшие трудности. Для того, чтобы эти трудности устранить, я вам покажу, как самым простым, удобным способом изготовлять качественные и хорошие пробки для пробирок. Вот я уже в процессе изготовления одной из них и начинаем скатывать саму пробку. Как вы видите здесь, предварительно у меня из ватной полоски нарезаны вот такие заготовки, здесь сделаны марливые такие квадраты. Они делаются или из бинта, или из марли. Можно делать из матка марли. Из марли они получатся намного в разы дешевле, чем получатся из бинта, потому что бинт дорогой, а марля намного дешевле. То есть мы заготавливаем достаточное количество вот таких вот квадратов. Теперь приступаем к изготовлению. Я для примера сделаю, чтобы было понятно все от начала до конца, я сделаю на этом видео две пробки, и вы все поймете в общем сами. Значит, вот так прокатываем эту пробку для того, чтобы у нас получился вот такой вот цилиндр ватный. Дальше ровно посредине этого квадрата мы его укладываем. И вот таким вот легким движением руки саму пробку немного уплотняем. Пробка у нас диаметром должна получиться шире, чем диаметр самой пробирки, для того, чтобы плотно она, эта пробка закрывала пробирку. После того, когда мы сделали вот такую заготовочку, вот здесь ее хорошо видно, да, видите, здесь есть такой хвостик, такая получилась морковка. Вот эту морковку я здесь делаю, ну вот такую, для того, чтобы хорошо ее завязать, делаю петлю. Лучше использовать шелковую нитку, она, шелковая нитка хорошо затягивается. Вот таким вот хирургическим узлом делаю узлы. Сейчас я покажу, как вязать хирургический узел. Вот, получилась вот такая вот морковка. То, что не нужно, мы отрезаем. И вот эта часть у нас пойдет в дальнейшем на изготовление следующей пробки. Вот, а то, что у нас получилось, видите, она получилась намного больше, чем диаметр пробирки. Но это все-таки вата и все-таки бинт, и мы ее моделируем под саму пробирку. Вот у нас получилась очень хорошая пробка. Сейчас она такая мягкая, но в процессе стерилизации вот этой пробирки, когда мы будем ее обрабатывать, в процессе прогрева она станет, вот видите, она теряет сейчас форму, но в процессе прогрева она станет довольно-таки плотной, и будет хорошо держать форму для того, чтобы с ней работать. Пробирка, то есть пробка, должна быть достаточно длинной для того, чтобы в дальнейшем, когда мы держим, например, петлю или пинцет, она должна быть достаточно длинной для того, чтобы она умещалась у нас под пальцем мизинца, и для того, чтобы ту часть, которую мы будем вставлять пробирку, мы не касались руками. Для этого мы вот эту пробку должны сделать достаточно длинной, для того, чтобы мы могли ее извлечь, сделать какую-то процедуру, манипуляцию посева, и после этого таким же образом могли ее закрыть. В то же время вот этой частью, которая находится внутри пробирки, не касаясь руками. Вот для этого мы делаем вот такие пробки. Дальше, когда мы сделали одну, приступаем к изготовлению следующей. Видите, у меня здесь нарезано очень много вот этой ваты, потому что я делаю много сразу вот этих прибирок. И смотрите, все вот эти отходы, которые у нас остались после изготовления предыдущей, мы добавляем уже в следующую пробку. То есть то, что мы вот отрезали, вот эти хвостики от морковки, мы сюда их аккуратно расправляем, закладываем. В то же время, вот это, я бы так сказал, мы ее, вот этой марлей, мы ее вроде как армируем. Потому что в дальнейшем, когда мы ее прокатываем, вот эта марля сдерживает ее от того, чтобы она у нас разворачивалась. И делаем еще одну пробку. Скатываем довольно-таки плотно, стараемся как максимально плотнее закатать вот эту вату. И сверху вот этой ваты у нас получается бинт. Вот этот бинт получается как армирует ее. После еще прокатывания дополнительно по поверхности стола, она становится еще дополнительно плотной. Здесь мы ее немножко так моделируем. И следующий, ну, марля здесь у меня казалась очень жидкая. Я ее брал в три слоя. Если хорошая марля потолще, то можно брать в два слоя. Здесь следим так, чтобы у нас получался приблизительно диаметр, чтобы эта пробка поместилась у нас в пробивку в дальнейшем. Вот, сделали опять очередную морковку. Нитку используют лучше шелковую, она хорошо сама по себе затягивается. Так, и снова завязываем. Да, хирургический узел нужно научиться вязать. Потому что если вы делаете эти пробки без ассистента, то нужно уметь хорошо и быстро завязывать такие узлы. Подписывайтесь на канал и не пропустите видео о том, как завязывать хирургические узлы. Я покажу. И снова у нас осталось вот этот хвостик. Это пойдет на следующую. Получилась вот такая довольно-таки большая пробка. Ну, мы ее моделируем и вот таким вот образом ввинчиваем в пробирку. Так должно быть. Еще раз повторюсь, после стерилизации в автоклаве она станет очень плотной и будет хорошо сюда заходить, как пробочка. И у нас достаточно места, чтобы не касаться вот этой поверхности. Нажмите там в уголочке, где-то есть кнопочка подписаться на канал и не пропустите видео о том, как завязывать настоящий хирургический узел. Продолжение следует... Продолжение следует...